Транспортный коллапс на трассах страны. Из-за жутких морозов и метели участки закрывают едва ли не в каждом регионе. В Жамбылской области на блокпостах уже километровые пробки и с каждым часом они растут. У водителей заканчиваются бензин и провизия. Некоторые не выдерживают и, как например, в Костанайской области пытаются проехать на пролом. Виктория Савельева стала свидетелем происходящего. В Южной Жамбылской области мороз держится под минус 30 и заметает республиканские трассы. Выехать из региона невозможно. Сотни водителей грузовых и легковых машин ждут улучшения погоды. Полицейские не пропускают, даже если сто раз попросить «пожалуйста». Блокпосты стоят по всем направлениям. Закрыты выезды в сторону Астаны и Алматы. Серьезное скопление наблюдается в сторону Шимкента. Стоят водители уже третьи сутки. У многих нет возможности развернуться назад. Ряды очень плотные. Основная часть едет в сторону Шимкента. Но там, говорят полицейские, очень сильно метет. Третьи сутки стоим уже. Мандарины везу из Алматы в Москву. Рефрижератор сдох уже. Закрыто все. Не знаю, когда откроют. Ничего не говорят. Провизия заканчивается. Вот доширак едим. На помощь людям из Тараза ежедневно выезжают волонтеры. На местах они открывают целые пункты по раздаче еды и горячего чая. Но градус недовольства среди водителей все равно растет. Вот не пропускает меня. Вот что делать? Вот если груз пропадет, кто будет отвечать за это? Вот видите, гоняют нас туда-сюда. Вот прошу по-хорошему, пустите меня. Не пускают. Хотите по-плохому что ли? Ну а что, не знаю. Этот водитель передумал ехать на пролом. В отличие от Кустанайского лихача, там сейчас тоже скопление машин из-за закрытых трасс. Шофер грузовика, в котором находились 26 коров, попытался объехать блокпост по бездорожью, но перевернулся. Все, вытащили. Все нормально, пошел. Мороз и метель не дают автомобилистам шансов попасть в пункты назначения. Машины, особенно на дизеле, замерзают, а вместе с ними и водители. Полицейские, а вместе с ними и спасатели работают в авральном режиме. Говорят, водители до последнего не верят в плохую погоду и как-то находят объездные пути. Таких потом ищут буквально на ощупь и отогревают. Некоторые прямо у себя дома. Так Жамбылский участковый приютил у себя троих водителей. В их грузовиках закончилось топливо. До ближайшей заправки они бы просто не дошли. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК Жамбылская область.